Слава Господу! Я рад, что вы сделали правильное решение сегодня, вы решили пойти на собрание в церковь. Я рад, что вы пришли сюда послушать Слово Божие. Я очень рад за тех из вас, кто действительно располагает свои сердца сегодня. Не перед человеком, не перед мужем или женой, не перед детьми, не перед кем, а перед Богом. Располагает свои сердца для того, чтобы быть лучше, для того, чтобы быть сильнее, быть больше приготовленным для жизни праведной. И сегодня я хотел бы начать собрание Божьей милости и благодати с темы, которую я хотел бы назвать «Прийти в себя». «Прийти в себя, вернуться в себя». Вы знаете, я думаю, что мы можем каждый вспомнить человека или, может быть, себя, может быть, близкого кого-то, который часто выходит из себя. Вот часто вы слышали такое выражение «Он вышел из себя и сделал то-то и то-то и то-то». Он вышел из себя и сказал «Да будь благословен». Да, нет. В основном люди говорят «Он вышел из себя и он начал сделать что-то резкое, что-то в гневе, что-то как будто бы нечеловеческим образом». То есть, что значит «вышел из себя»? Если так простым человеческим языком сказать. Вышел из себя, то есть проявил какие-то характеристики, качества, характера, которые в основном не свойственны этому человеку. То есть, выйти за пределы своего, ну, своего обычного характера, своего обычного его, его личности и сделать что-то необычное, что-то неординарное. И, знаете, вот прийти в себя, знаете, прийти в себя – это, наоборот, вернуться в свое нормальное должное состояние. Вернуться в состояние, в котором ты знаешь, что ты должен быть. Вернуться в состояние, в котором Бог знает, что ты должен быть. Вернуться в состояние, из которого ты когда-то вышел. Вернуться в хорошее должное состояние, вернуться в себя. И знаете, я хотел бы начать свое обращение к вам с книги Луки, 15 глава. Это притча о блудном сыне. Еще с 11 стиха, 15 глава. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу. Отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля, свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Пришедший в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом. А я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достойно зваться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. И встал и пошел к отцу своему. И когда он еще был далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежав, пал ему на шею и поцеловал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достойно зваться сыном твоим. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его. И дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И так далее мы знаем, что отец сделал большой пир и радовался о сыне его, о том, что он пропадал и нашелся. И знаете, он взял, этот сын взял должную часть имения, которая должна принадлежать ему. Он пошел и потратил, как будто бы то, что принадлежало ему. Но когда он, смотрите, написано, он пришел в себя, пришедший в себя, он понял, что он согрешил против неба и против отца. И вернулся, он понял, что он сделал то, что не должен был, то, что не свойственно его характеру, то, что некрасиво, то, что он понимал, что некрасиво для него было. Он жил в доме отца и был и работал в доме отца, и отец заботился о нем. И не пришло еще его время отделяться, он еще не женился на тот момент. Но он растратил все свое имение, растратил на легкую жизнь, на веселую жизнь. Но это было не свойственно ему. То есть, и вернувший себя однажды, что... Знаете, я хотел бы спросить его, я хотел бы спросить вас, из-за чего он вернулся? Из-за чего он вернулся, пришел в себя? Что повлияло на него? Я думаю, часто с таким ободрением, знаете, таким протрезвлением для нас к нашей жизни становится осознавание того, что в один момент мы открываем глаза и мы видим, в каком состоянии мы находимся. В один момент ты можешь открыть глаза и понять, в каком лицемерии ты живешь. В один момент ты можешь открыть глаза и понять, чем ты питаешься. Что есть твоя пища? Какой... Какому жизни, какой жизни, какому благословению ты был призван однажды? Когда ты обещал Богу служить ему доброй совести, ты открываешь глаза и видишь совсем другие картинки вокруг себя. Ты осознаешь, до чего ты докатился. Ты осознаешь, что радует твое сердце, что питает тебя, твою жизнь. Я не говорю о пище земной. Я говорю о наслаждениях и довольствах. Просто внутри ты понимаешь, что это не то, что ты хотел для себя выбрать. Что это не то, для чего ты призван. Что это не то, для чего ты был рожден однажды. Вернувшись себя, к сожалению, знаете, люди могут... Люди способны это сделать только тогда, когда они докатываются до... Когда ничего не остается, ничего не остается. Они докатываются до предела. Знаете, подобное этому же выражению пришед в себя. Но чуть-чуть по-другому написано. Также в Евангелии от Луки. В притче о богаче и Лазаре. О том, что мы знаем, я хотел бы коротко напомнить. Что богач, он пиршествовал и радовался жизнью, наслаждался. Наоборот, все в его жизни было абсолютно противоположно. У него было достаточно богатства, достаточно счастья, радости. Он гулял, веселился и радовался жизни. И вот Лазарь, который лежал под столом, который был рад каким-то остаткам еды, питался, он был в болезни, у него не было денег на то, чтобы... На врачей, и он просто умирал. И вот Писание, протрезвляя нас, показывает другую картинку. Когда богач открывает глаза, и он уже в потустороннем мире. Он уже в другом мире, где он не есть богач, где он не есть царь, где у него нет излишек в еде и в питье. И знаете, там написано, и он поднял глаза свои и видит Лазаря. И вот это, знаете, вот... Есть такая хорошая аналогия, вот в переводе еврейских слов, с греческого языка, да, вот... Я извиняюсь, с греческого. Он так же открыл глаза свои, Он так же поднял глаза свои, не просто говоря о глазах человеческих, а говоря о его состоянии. У него открылось это осознание, он поднял свои глаза, и он видит, в каком состоянии он, и он видит, в каком состоянии был тот человек. И мы знаем тот вывод, который сделал Иисус. Он говорит, богач, ты жил и наслаждался этой жизнью. И все, о чем ты беспокоился, это наслаждение этой жизнью. И вот твой результат, и вот твой итог. И Лазарь, в противоположность ему, он страдал и мучился всю свою жизнь. И вот он сегодня находится за такой пропастью, за которую, куда ты не можешь перейти. И он сегодня находится в счастье, в благополучии. И вечность его будет проводиться в таком состоянии. Знаете, хотелось бы желать нам, чтобы для нас вот это переживание, вот это осознавание, вот эта способность прийти в себя не случилось так поздно. Не случилось тогда, когда будет слишком поздно для того, чтобы сделать какие-то решения. пока у нас есть возможность здесь на земле вернуться к Отцу. Когда у нас есть возможность прийти к Нему и попросить прощения, чтобы мы могли видеть и могли понимать, и могли жить в себе. Знаете, другой пример, который я хотел бы привести, находится тоже в Евангелии и Луки, восьмая глава. С 27 стиха можно читать так. Когда же Христос вышел на берег, встретился один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежде не одевавшийся, и живший в доме в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня. Потому что Иисус уже повелел нечистому духу выйти из человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, как тебе имя? И он сказал, легион, потому что много бесов вышло из него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. И так далее. Здесь описывается последствия событий, что Иисус изгнал бесов в свиней, и реакция народа. И смотрите, 35 стих, это главный поинт, который я хотел бы выделить. И вышли видеть происшедшее, это народ, говорится о народе. И они вышли видеть происшедшее, и пришедшие к Иисусу нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого, и в здравом уме, и ужаснулись. Знаете, здесь тоже есть, я думаю, что вы заметили, здесь тоже есть аналогия. Этот человек был, его увидели в здравом уме. Знаете, я не удивлюсь, если кто-то скажет, что я настолько привык к некоторым моим родственникам, знакомым, быть не в здравом уме, что если я увижу их в здравом уме, я тоже ужаснусь. И вы знаете, это смешно немножко, если порассуждать об этом. Смотрите, этого человека увидели первый раз в здравом уме. Первый раз увидели его нормальным человеком, что он вел себя нормально, он вел себя красиво, достойно, был нормально одет. И вел себя как нормальный человек. И смотрите, какую реакцию это произвело среди людей. Они просто ужаснулись. Они настолько не ожидали от этого человека вести себя, чтобы он вел себя нормально. Что же они ужаснулись? И знаете, какую аналогию я хотел бы провести, что очень часто человек не может быть сам в себе, потому что бес или то, или духи зла, или, знаете, просто слабость его характера заставляют этого человека вести себя в таком или другом направлении. И он просто не может в состоянии быть здравом ума. Ему нужно встретить Иисуса. Ему нужно попасть под влияние этой божественной, освящающей и очищающей силы, чтобы эти слабости, чтобы эти недостатки, эти силы зла, эти бесы, они были, они отошли от него, они перестали мучить его. И это человек, от которого, может быть, ты мало ожидаешь. Что когда-нибудь изменится, что когда-нибудь он сможет быть, что он может нормально себя вести, в конце концов. Он снова может быть в здравом уме, и он захочет быть с Иисусом, как этот человек, и он захочет пойти с ним до конца. И у него в устах будет достойное, красивое, хорошее свидетельство. Как Иисус послал его, говорит, нет, иди и расскажи в доме своем о том, что сделал с тобой Господь. Знаете, это хорошее свидетельство, когда ты, знаете, доходишь до момента, чтобы сделать что-то глупое, что-то неразумное, принять какие-то глупые решения в своей жизни. И ты, встречаясь с Иисусом, ты способен вернуться в этот здравый ум, в здравое рассуждение. Как произошло с этим человеком. Смотрите, Еремия, 31 глава, я буду заканчивать, у меня первая проповедь, 19 стих. Смотрите, я даже с 18 прочитаю, прочитаю с 17 стиха. И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыны твои в пределы свои. Слышу Ефрема плачущего, ты наказал меня, а я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня и обращусь, ибо ты Господь Бог мой. Когда я был обращен и каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам, и я был постыжен и был смущен, потому что нес бесславие юности моей. Этот славный, достойный пророк делится вот таким откровением, таким словом от Бога. Смотрите, какую параллель, он говорит, я был как телец неукротимый. Знаете, как буйный телец, я не знаю, если бы вы видели когда-нибудь быка разъяренного. Знаете, очень мало, что может удержать быка разъяренного. Который не знает, он который кидается на всех. Знаете, вы можете, может вы имели переживание с какой-то разъяренной собакой, которая в таком гневе, ярости готова покусать, напасть на любого человека. Иногда в своей жизни, в своих решениях мы подобны таким людям. Мы настолько озлоблены, мы можем быть настолько, знаете, опечалены каким-то событием, что мы не знаем, что мы делаем. Мы нападаем на людей, которые вообще не виноваты в нашем горе. Мы делаем поступки, которые сами не знаем, почему мы так делаем. Мы просто в ярости и в гневе. Ведем себя, знаете, он сравнивает себя, он говорит, как буйный телец. И потом он говорит, смотрите, он просит Бога, он говорит, Господь, ты обрати меня. Он говорит, я не знаю, что сделать, я не знаю, как сделать, но ты обрати меня. Я знаю, что у тебя есть источник вечной мудрости. Ты знаешь, как коснуться моего сердца. Ты знаешь, как изменить. Он говорит, ты обрати меня. И он говорит, знаете, подчеркивает здесь, я смущен, и мне стыдно. И мне так жалко, и так позорно за свою юность, за свое время, которое я провел. Я не знаю, если здесь аналогия с народом или аналогия с его опытом. Но очень часто, знаете, хотелось бы, чтобы обращение от Бога, знаете, предотвратило нас от поступков, за которые нам было бы так стыдно и позорно. И последствия, поступков, которых мы должны будем нести на протяжении определенного времени. Он говорит здесь о юности своей, но он до сих пор говорит о стыде и позоре, которую он несет. Молодой брат и сестра, ты можешь быть в своем подростковом возрасте, и хочешь сказать, да все так себя ведут. И я так себя веду, я ничем не отличаюсь, я не хуже своих сверстников. Но если Господь даст тебе милость обратиться в твоем сознании, вернуться в себя, то, может быть, знаете, может быть, не один год ты будешь нести последствия своих позорных поступков. Может быть, не один год, и тебе будет стыдно и перед своими детьми, и перед обществом за то, как ты себя вел. Как важно хранить это здравомыслие, как важно быть в себе. Псалом 73. Знаете, вот такая способность выходить из себя, быть не сам в себе, способна не только грешникам и людям в мире. Это часто, это может случаться также и с нами, со всеми нами, с вами и со мной. А людьми, которые стремятся к Богу, которые оступаются и поднимаются, которые любим Бога, но мы несовершенны. И Давид, он искренне и честно делится своим таким переживанием. В 73 стихе он говорит так, как благ, с первого стиха я буду читать, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал беззубным, видя благодеяния нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. И вы помните этот псалом, и дальше я буду читать. И вот эти нечестивые благоденствуют веки всем, умножают богатство. Так не напрасно я, смотрите, до какого состояния он дошел, видя благоденствие нечестивых людей, и как много он страдает, стремится, чтобы вести чистую, непорочную жизнь. Сколько он ущемляет себя, сколько он борется с тем, чтобы действительно прожить достойную жизнь перед Богом. И он попал в это вот, можно так сказать, искушение. Он говорит, я в безумии своем, я позавидовал, я пошатнулся, я подскользнулся, я позавидовал нечестивым. И он говорит, не напрасно ли я очищал сердце мое, и омывал невинности руки мои? И смотрите, какой итог он говорит. 16 стих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, и не извергаешь их в пропасть. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли и погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Какое красноречивое выражение Давид говорит. Он говорит, как сновидение по пробуждению, ты, Господи, пробудив их, уничтожишь их. Он попал в это искушение. Он говорит, да слушайте, посмотрите на этих людей, как у них классно все получается. Они живут в хороших домах. Они ездят на хороших машинах. Они ни о чем не переживают. Они делают, что хотят. Они не задумываются, как хранить себя. Они наслаждаются всем, что только при... Взбредет им в их голову. И он говорит, в свое сердце этот человек, он знал Бога. Этот человек, он знал присутствие Божьего. Он любил Бога. Он был муж по сердцу. И такое случилось с ним. И он говорит, и я не мог это понять. Он говорит, знаете, и мы в состоянии, мы пытаемся что-то понять своим умом часто. Почему так и так происходит что-то в нашей жизни. Но мы не замечаем, как мы уже вышли из себя. Как мы не в здравомыслии находимся. И мы не в состоянии здравомыслить. Мы не в состоянии понять, что происходит и почему так происходит. И знаете, здесь коронный вывод и коронное направление. Урок и вывод, который мы можем сделать. Он говорит, доколе не вошел я во святилище. Он говорит, в тот момент я не мог понять, я не мог осознать, я не мог положить эти вещи вместе. Но в тот момент, как я вступил в присутствие Божье. В тот момент, когда мурашки по моей коже пошли от рассуждения о Его величии. В тот момент, когда мое сердце вздохнуло откровением Господним, откровением о конце, откровением о будущности. Он говорит, тогда мое здравомыслие, оно вернулось. Тогда мое здравомыслие, мое осознание, мое понимание, оно пришло в себя. Тогда я начал видеть, тогда я начал понимать. Он говорит, я вошел во святилище, и все сразу стало понятно. Я понял, какой, и мне стало их жалко, мне стало их, мне стало больно за них, что это всю их жизнь, это как сон. Вам когда-то снился сон очень интересный и красивый и красочный? И вы открываете глаза и думаете, ну надо же, закончился. Ну надо же, на самом интересном я проснулся. И вот эта реальность, мне нужно вставать, чистить зубы, одеваться, идти на работу. И вот такую параллель Давид проводит в своем, знаете, таком красноречивом изложении. Он говорит, эти люди от своей хорошей жизни, эти богачи, от своей хорошей жизни проснутся, откроют глаза. И оно как в сон, все закончилось. И оно нет ничего. Он потянется за своей чашкой, вина ее нет. Он потянется за своими сокровищами, за своими деньгами, а их нет. Это все было, прошло как сон. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь их. Так, проснутся эти люди, и вот конец их, и вот итог их жизни. И вот весы справедливого, честного, правдивого судей. И ложатся их дела, и ложатся их жизни. И чего ты добился? И что ты сделал? Хорошо помечтал? Хорошо, хорошее сновидение было. Смотрите, и кончатся мечты их. Откроют свои глаза для реальности. Давайте сегодня пробудимся. Давайте сегодня вернемся к нашей сущности, к которой мы были созданы для Господа. Давайте сегодня будем призывать друг друга к этой справедливости, честности, богопознания, богоискания. Чтобы мы могли вернуться в себя. Чтобы мы могли войти во святилище. Чтобы мы хранили себя чистыми от всяких бесовских, и дьявольских сил, которые могут менять наш характер, искажать, и уродовать нашего внутреннего красивого человека. Давайте сегодня будем думать о конце. О том, что однажды нам придется открыть глаза и увидеть новую реальность, настоящую реальность. И последнее. Я делился о Иакове. В пятницу такую тему. И написано, что когда довели ему эту новость, что сын его жив, Иосиф жив, написано так, что дух его ожил. И вы можете прочитать в свое собственное время. Это очень интересно, это место, когда ожил его дух. Первое, что он сделал, он сказал, хватит. Он сказал, довольных. Он сказал, сколько можно. Он сказал, довольны смиряться мне с этой жизнью, сидеть в моем шатре. И ждать, пока мои годы, мои дни в седине подойдут к концу. Когда оживется твой дух, когда восстанет твой дух, когда ты придешь в себя, у тебя появится эта ревность, эта сила, это желание сказать, хватит, сколько мне смиряться. Сколько довольно мне терпеть. Сколько можно мне смиряться с этим грехом, с этим недостатком моей жизни. Я не буду терпеть это. Бог поможет мне. Второе, что он сделал, когда дух его ожил, он сказал, он пошел в гору, он вернулся в Версавию, в город, и он со всем своим домом, и он принес жертвы. Знаете, в Псалме написано, оживи нас. Неужели снова не оживишь нас? Чтобы нам возрадоваться. Когда он ожил, когда дух его ожил, ему захотелось принести Богу жертвы, ему захотелось сделать что-то приятное для Господа, сделать какой-то праздник. Когда дух твой оживает, тогда ты радуешься о Господе своем снова. Тогда молитва твоя, она летит к небесам, как птица. Тогда твое сердце, оно ликует и радуется. Ты не знаешь, как обнять руками своими весь мир. И третье, последнее, что он сделал, когда дух его ожил? Он услышал голос Бога, говорящий к нему. Он получил откровение от Господа. Он получил руководство, что ему делать, чтобы, он говорит, и Господь ему сказал, я буду с тобой, встань, и пойди в Египет, я буду с тобой. Сделай так и так. Когда ты сейчас, может быть, не знаешь, что тебе делать, какое следующее решение в твоей жизни принять, когда дух твой оживает с Господом, тогда Господь проговорит твое сердце. Тогда Господь проговорит тебе, и ты будешь знать, что тебе сделать, чтобы Господь был с тобой всегда до конца твоих дней. Да будет имя Господа благословенно. Аминь. Спасибо.